Друзья, в группе ВКонтакте сегодня я увидел один репост Олега Шаумарова. Друзья, он пишет, встречайте новую песню, написанную замечательным поэтом Владимиром Ильичевым. Это песня про русских людей, про то, что русскому человеку есть чем гордиться. Кто-то может сказать, что с моей фамилией русским быть сложновато, но я по крови на 75% именно русский, и мои бабушки, дедушки и мама все русские. Я вырос русской среде и живу в России уже 22 года, поэтому смело заявляю, я русский, жду ваших комментариев. Ой, боже мой, если бы вы только видели, какие там лайковые комментарии, дешевые такие. Ну, понятно, каков мир, таков и монастырь. Людей никто не учит ни смыслу жизни, ни тем более духовности, веры правильной. Все-то думают, что Бог один, а веры разный – ничего подобного. Все начинается только с духа. Какой дух, такой и человек. Если бы вы послушали песню, вы бы ужаснулись. Поет в кепке ее автор, исполнитель. Вульгарно, просто безобразно. Орет, там все такие восторженные. Возгласы, ой, красава, да какая песня. Мне тоже вспомнился еще один такой певец, который прославился на всю страну. Люди слепые, что ли, не пойму. А скажешь кому-нибудь – не осуждай, не осуждай. Вот так мы к толерантности подходим. Когда придет антихрист, все будут говорить – не осуждай, не осуждай. Как все опасно. Я пишу версию «Человек, боящийся Бога прежде всего, не слушает ни всяких шаманов, никого поющих я русский, ведущих себя, несоответствующих скромным образом поведения на сцене жизни, особенно боящихся тщеславия и всякой заразы, мешающих называться не только русским, но и человеком. На словах кто угодно может предстать перед другим русским. А на деле, чаще исполнитель не соответствует тому образом, по которому Бог нас создал. И в русскости, так сказать, исполнителя, нет никакого отражения его борьбы со своими страстями, на первом месте из которых возвышается тщеславие. Смотрите на меня, каков я, вовсе не такой, как он тот. Как мы читаем в послании апостола Павла Галатом, в 3 главе 28 стих, «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Вот в чём дело-то. Так что кичиться могут и американцы, по я. Я американец или африканцы. Я африканец – дело разницы в национальности, дело в правильном понимании смысла своей жизни, в постоянном рвении к молитве, о помиловании, в насущной потребности измениться и покаяться, но не в русскости, как в песне слышим. Человек прожил, да причём здесь, можно всю жизнь прожить в России и считать себя русским. Но разве дело в этом? Бог-то будет смотреть, разве на то, где ты прожил? Тем более, это можно за большие деньги и купить гражданство, так сказать. Тем более, сейчас это и было. И в «Деяниях апостолов» читаем, когда удивлялись, когда бичевали апостола Павла, что он сказал «Я римский гражданин». Все удивились. Мы за большие деньги купили такое гражданство. «Я русский». Ещё гордиться. Ещё, знаете, не хватило сказать «Я христианин!» Или «Я воин Христов!» Если бы мы были воины Христовы, мы бы плакали бы. Какой там гордиться? Мы не имеем права называться христианами. Нам далеко до этого. Если мы кричаны, мы что, уже христиане? Далеко нет. Это только долгий процесс. Очень долгий. Да, вот такие дела, дорогие. Главное в насущной потребности измениться и покаяться, но не в русскости, как в песне слышим. Время сейчас отнюдь не песен, а покаяния и решимости жить по Евангелию, чтобы обрести у Бога милость и не погибнуть. На страшном суде Господь не спросит, почему песен не писали хороших, или музыки, или не пели песни хорошие. Чушь какая-то. Ничего не спросят, почему плохую музыку создавали композиторы, почему дома строили некрасивые. Нет. Все соответственно по евангельским западам. Обязательно спросит Господь, как жили по Евангелию и закону любви. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!